Инстардинг представляет Три самые жизненные притчи Ответственность По соседству жили две семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила мужа проследить за соседями и выяснить, почему в их жизни все гладко. Мужчина отправился к соседскому окну и аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон, и женщина в торопях поставила дорогую вазу на край стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал, ну вот, сейчас начнется скандал. Но к его удивлению, женщина подошла к супругу и спокойно сказала, извини, милый, это я виновата, что неаккуратно поставила вазу. На что супруг ответил, да ты что, это ты меня извини. Это я виноват, что не заметил ее. Вернулся сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается про секрет семейного благополучия, а муж ей отвечает. Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все виноваты, а у нас все правы. Хочешь жить счастливо? Никого не вини. Бери на себя полную ответственность за все свои действия. Только ты виноват в том, что произошло. Чем больше у человека чувства ответственности, тем меньше у него проблем и конфликтов. Путешественник. У ворот города сидел старик. К нему подошел путешественник. Было видно, что юноша пришел издалека. Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, дедушка, какие люди живут в этом городе? Спросил юноша у старика. А какие люди жили в городе, который ты покинул? Спросил у него старик. Это были злые и эгоистичные люди. Я без сожаления расстался с ними. Здесь ты встретишь таких же, ответил старик. Некоторое время спустя к старику подошел другой путешественник и задал тот же вопрос. Скажи, добрый человек, что за люди живут в этом городе? Я только что приехал и не знаю местных обычаев. Старик вновь ответил вопросом на вопрос. А что за люди жили в городе, откуда ты пришел? Это были замечательные люди, добрые и гостеприимные. Многие стали моими друзьями, и мне было нелегко оставлять их. Здесь ты найдешь таких же? Купец, который торговал у ворот города, слышал оба разговора и в недоумении обратился к старику. Как же так? Ты двум людям на один и тот же вопрос дал совершенно разные ответы. У каждого в сердце свой мир. Если кто-то не нашел ничего хорошего там, откуда пришел, он и здесь его не найдет. Все зависит не от места, а от самого человека. Каждый видит в других то, что несет в себе. Чем больше в человеке хорошего, тем меньше плохого он видит. Каждый видит то, что хочет видеть. Слышит то, что хочет слышать. Верит в то, во что хочет верить. Ноша Старый мудрый монах и его молодой послушник возвращались из дальнего странствия в свой монастырь. Путь предстоял длинный. Подходят они к знакомой реке, но ту из-за проливных дождей очень сильно размыло. Течение было быстрым и сильным. Пока они готовились к переправе, к реке подошла молодая, очень красивая девушка, которая тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Она попросила монахов помочь ей. Молодой послушник понимает, что это запрещено. Писания запрещают монахам даже прикасаться к женщине. Но вдруг старый монах, не говоря ни слова, взял девушку на плечи и перенес на другой берег. А потом, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Молодой послушник не верит своим глазам. Он потерял дар речи. Как его учитель смог нарушить монашеские правила? Он быстро пересек реку вслед за учителем, догнал его. Хотел было спросить о произошедшем случае, но никак не решался. И вот они идут молча час, идут второй, а молодой послушник места себе не находит. Все время думает о той ситуации у реки. Наступила ночь. Остановились они на ночлег. Учитель заснул, а у ученика бессонница. Никак не выходит у него из головы ситуация с девушкой. На следующий день сил сдерживаться уже нет. Злой и невыспавшийся послушник восклицает. Как ты мог так поступить? Ты о чем? Ответил старик. Как это о чем? Ты что, забыл? Ты вчера нес красивую девушку на плечах, а нам это запрещено. А, ты об этом! Рассмеялся мудрый монах. Я нес эту девушку одну минуту, а ты до сих пор ее несешь. Все проблемы только в вашей голове. Будете держать их в голове несколько минут – ничего страшного. Будете думать о них часами – начнете испытывать боль. А если будете думать о них днями напролет, то это начнет парализовывать вас, и вы не сможете заниматься ничем другим. Важна не сама проблема, а то, что вы думаете об этой проблеме. Воображение – это самый большой враг и самый большой друг человека. Используйте его правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok